Весёлые истории Здравствуй, Витя! А мы вот в кино собрались с подружкой. Говорят, фильм хороший. Ну как? Да. Ну что это такое? Здравствуй, Витя! Мы в кино собрались. Ты всю юбку одела? Точно 19-й век был. Почему 19-й? А какое ещё-то? Девочка должна быть скромная, глазки в пол, крестиком вышивать уметь. Здравствуйте. Здравствуйте, детка. Вот ей бы ты понравилась. А Витьке? Сомневаюсь. Ах, сейчас 20-й век. Алло, Витёк, куда чепаешь? Кино, говорят, сегодня, а таз полный. Ясно? Я так не смогу. Сможешь? Я из тебя человека сделаю. Так. Тань, ты чего? А? Тань. Иди-ка сюда. Может, не надо? Свободней нужно быть, небрежней. Понимать надо, 20-й век. Ой. Сейчас все равны. Он в джинсах, ты в джинсах. Он тебе портфелем по башке, ты его по башке. Соображаешь, нет? Ой. Так. Тадди-ка. Совсем другое дело. Давай, как учили? Алло, Витёк, куда чапаешь? Сегодня кино полное АТОС. АТОС, ПАРТОС. Ну, как это? АТАС. Ну. Алло, Витёк, куда чапаешь? Уже лучше еще давай. Алло, Витёк, куда чапаешь? Тадди-ка. Алло, Витёк, куда чапаешь? Алло, Витёк, куда чапаешь? Да. Теперь можно идти. Минутку. Привет. Ой, Гена. А вы что делаете? А мы вот с подружкой в кино собрались. Говорят, фильм хороший. О, а мне билетик лишний есть. Пойдём, Тань? Пойдём. Прошу. А говорила, двадцатый век. В красном углу пузырёк. В синем углу спички. Боксёры на середину. Макс. Макс. Ты чего дерёшься? Я не дерусь. Я боксирую. Ещё раз ударишь, контроль ему не дам спичать. А я, я упеть не спешу. Макс. Да я не спешу. Ты у меня челентаны просил? Ну, фиг тебе, я не челентана. Обойдусь. У тебя майка лопнула Мне Танька зашьет Как же Опоздал Танька с Сашкой Это В кино ходила Как в кино? А вот так Ходила, ходила Врешь Ходила, ходила Стоп, в угол Раз, два На две серии В угол Три, четыре, пять, шесть, семь Бой нокаутом выиграл Спичкин Три, четыре, пять, шесть Три, два Три, пять Нет. Ты посохла… Приедай. Да, может, а ты еще подумал. А не… Ты вчера готовил к домашней ночи? Да. Что ты за мной тьмы? Давай, с начала. У меня еще общая экрапция с 2, и 7… 14. Так, дальше. Ребята, кто хочет продумать? Аникина, выйдите из класса. Молоко 36 копеек. А это что такое? Понятия не имею. Это я не брал. Как это вы не брали? Откуда же это взялось? Это не моё. Сейчас посмотрим. Старолу! Градят! Всем оставаться на местах! За что? Пройдемте, товарищи, пройдемте. О, сюрприз! Дорогому брату от брата! Громотей! Начинаем занятие ритмической гимнастикой. Заниматься лучше всего в тренировочном костюме. Проветрите помещение. Приготовьтесь. Наше занятие, как обычно, мы начинаем с разминки. Внимание. Раз, два, три, четыре. Почувствуйте ритм. Это очень важно для нашего занятия. Раз, два, ритмичнее, грациознее. Шире, свободнее. Дотягивайтесь, дотягивайтесь. Раз, два, три, четыре. Потянулись за руками. Вправо. Хорошо. Влево. А теперь другое упражнение. Круги руками. Раз, два, движение шире, свободнее. Подбородок выше. Начинаем наклоны. Ниже. Старайтесь не сгибать колени. Влево. Хорошо. Вправо. Все делайте с настроением. Влево. Вправо. Влево. Вправо. Вправо. Для следующего упражнения нам понадобится коврик. Раз, два, три, четыре. Движение энергичнее. Дышите глубже. А теперь немножко бегом. Голени выше, поворот корпуса и в другую сторону, хорошо, следите за осанкой, а теперь сосчитаем наш пульс за 10 секунд, начали. Машенька, ну, нельзя же так переутомляться. Папа, собака, друг человека? А? Собака? Да, сынок, собака, друг человека. Мама, собака, друг человека? Да, сынок, собака, друг человека. Ха! Сидеть. Это Тузик, теперь он будет жить у нас. Такая большая. Что ты, мама? Это же еще щенок, ему еще расти и расти. Как? Сынок, ну ведь, кажется, ты фотографией хотел заняться. Папа, ты мне автоаппарат не даешь, говоришь, что я сломаю. Сынок, да бери, снимай, салют шесть аппарат, космонавты в космосе снимают, не жалко. Папа, ну собака же, друг. Согласен. Увеличитель, японский, портативный, пять экземпляров в мире, бери, снимай только, чтобы вот этого друга в доме не было. Ну как, получилось? Ну как, получилось? В порядок. О, видите, все взял. Кому? Мне. Димка, мне через пять минут с Сарсом домой пора. Танька, ну мне всего лишь на две минутки. У вас сам магнитофон-шар. Четыре канала, мне такой мак позарезнуш. Ну хорошо, только на две минутки. Ма, па, собака друг человека? Конечно. Конечно, собака друг человека. Ха! Сидеть, сидеть. Вот это шарик, он будет жить с нами. Ну пусть живет. Как? Пусть живет. Ведь собака, это друг человека. Правда, сынок? А магнитофон? А магнитофон? А магнитофон? Нет, я категорически за. Все. Нина Федоровна, что у вас? Вот, Семенов опять написал заявление на ваше имя. Читайте. В связи с тем, что наша небельная фабрика... Какая фабрика? Небельная. Что так и пишет? Небельная фабрика. Говорит как следует, не умеет, а пишет. В конце месяца срочно выполняла план. Мастера основных цехов в течение восьми дней работали сверхурочно. И я ежедневно попадала домой на три часа позже обычного. На основании вышеизложенного прошу предоставить мне отгул. Начиная с понедельника. Я категорически против. Сейчас нас за это по головке не погладят. Все. Семенов, отказали тебе категорически. Как так отказали? Как так отказали? Все наши уже давно мультики смотрят. А я три часа родителей жду. Ваши песочницы сверхурочно раскалывают. Ведь я вправком жаловаться буду. А-а-а-а-а! КОНЕЦ Ты это зачем, Лёша? Представляешь, я еду, а Катя видит и говорит, ой, какой у тебя роль интересный! А я ей скажу, пошли в кино! Ты что делаешь, Лёха? Представляешь, я еду, а она и спрашивает, ой, а зачем это у тебя два седла? А я ей говорю, пошли в кино! Ты чего, Лёха? Я еду, а она, ой, сколько у тебя колёс! А я, пошли в кино! Лёша, пойдём в кино? Фильм интересный! Какое кино? Ты лучше посмотри, какой у меня велик получился! Ахнешь! КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Слушай, а ты знаешь, кто его папа? Нет. Ты чего? Ничего Слушай, знаешь, кто его папа? Ну О! Разрешите? А ну, сгинь, я уже пригласил Эй, слышишь, знаешь, кто его папа? Ну Ааааа Здравствуй, папа Здравствуй Ну Кто первый? К моему папе А? К моему папе К моему папе Аааааа Ааааа Ааааа КОНЕЦ Ну ладно, Петро, я буду с тобой дружить То-то же КОНЕЦ КОНЕЦ Привет, Лопух. Здорово. Здорово. Лопухов, как твоё сумочувствие? Болею ангиной. Тяжело? Тяжело. Это хорошо, что тяжело. У нас завтра диктант, а Тюйкину отец сказал Ещё одна двойка, и он его выпарит. А Тюйкину двойка обеспечена, это факт. Вот я и придумал, чтоб ты его заразил. А как? Лопухов, ты можешь на Тюйкина плюнуть? Чего-чего? Пусть только попробует. Тогда... Тогда чихни. Только чихай прицельно, чтоб на меня не попало. Мне болеть нельзя, у меня завтра день рождения. Валяй, Лопух, чихай. Да, Лопух, придётся тебя расчихивать. Перо. Перец. Лук. 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 Да ты не реви, а чихай. Тоже мне ай болит. Медицина не всесильна. Ты на кого чихнул, Лопух, дурак, валенок? У меня же завтра день рождения. Я играю на гармошке. У проходжей на виду. Он стал швеленью. День рождения, только рад. И вы пожалуйста. Слушай, а может, в тир зайдём? В тир? Ну да. Пострелять хочешь? Давай. На весь? На три выстрела, пожалуйста. Бей в мельницу. Ну ничего, в следующий раз попадёшь. Не спеши, целься получше. Курок плавно нажимай. Ну вот, я же говорил, попадёшь. Пойдём, давай ещё. Пожалуйста, ещё на один раз. Пожалуйста. Пожалуйста, ещё на один выстрел. Пожалуйста, ещё. 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 Ты что думаешь? Один раз дала контрольную списать. Так я на тебя целую ручку потратить должен. Да? Да. Да. КОНЕЦ 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 Опять финал перетянул. Птица счастья завтрашнего дня Птица счастья завтрашнего дня Прилетела крыльями звеня Выбери меня, выбери меня Птица счастья завтрашнего дня Сколько звезд на небе серебра Завтра будет лучше, чем вчера Лучше, чем вчера Лучше, чем вчера Завтра будет лучше, чем вчера Где-то гитара звенит Надежное сердце любовь сохранит Сердце любовь сохранит А птица удачи опять улетит Выбери меня, птица счастье Как подмётки? Молодец! Мальчик Мальчик, а почему ты сам на сцену не выходишь? А я стесняюсь Мальчик Кефира не было Деньги Какие деньги? Я тебе рубль дал? Дал За кефиром послал? Послал Кефира не было? Не было Деньги Какие деньги? Какие деньги? Иди сюда Я тебе рубль дал? Дал За кефиром послал? Послал Кефира не было? Не было Деньги Я тебе рубль дал? Дал За кефиром послал? Послал Кефира не было? Я спрашиваю, кефира не было? Не было Деньги Какие? Я тебе рубль дал? Дал За кефиром послал? Послал Кефира не было? Не было Деньги На Иди Батюшки Что случилось-то? А? Кстати, бабушка Горчичников в аптеке тоже не было Деньги Деньги Батюшки Привет! Ты че, дурачок? Ку-ку! И летом хорошо, и осенью. Ой, как красиво! Ну, посмотрим, как красиво. Правда, красиво. Ой, что это? Ку-ку! Пусти! Пусти! Крыса! Бешеная! Что случилось? Что случилось? Ничего не случилось. Я просто их развеселить хотел. Вы сами просили. А они какие-то скучные. Никак их не развеселить. Ку-ку! Развеселил! Ура! Рыбан! Та-та-та-та! Та-та-та-та! Та-та-та! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...знаменитой трагедии отелла всемирно известного английского автора Вильяма Шекспира. Так, ну, Вася, давай. Ты перед сном молилась без демона? Она не отвечает. Не может быть, спроси еще раз. Ты перед сном молилась без демона? Ее там нет. Ищи ее, тяни время. Куда же подевалась без демона? Созонкину не видели. За ширмой нет ее. Быть может, за шкафом. Созонкину не видел. За шкафом тоже нет. Созонкину не видел. Нет, на шкафу. По шкафам. И в шкафе. В шкафу. Ну, где Дездемона? Где она? Я здесь. Здесь друга заболела? Я за нее. Куда под поезд бросаться? Под какой поезд? У нас же Шекспира не Анна Каренина. Да знаю. Луч света в темном царстве. Да не бойся ты. Все будет в порядке. Все окей. Последний раз хочу спросить тебя я. Молилась ли ты на ночь Дездемона? Молилась я, мой господин. Молилась. Умришь, презренная. Задушу. Задушит он ее. Точно задушит. Котел ты не по-настоящему. Отпусти, говорю. Отпусти, говорю. Отпусти, говорю. Давай, Вася. Быстро сейчас же. Нет. Отпусти. От тебя же несет. Куда? Браво. Давай. Давай, Вася. Приграем. Порисаем. Ой, чертки. Стой. Стой. Я ж говорил, все будет в порядке. Угу. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Уйди, уйди, пропадешь Чего? Здесь таинственный Бермудский треугольник Как в Атлантическом океане Все пропадает, чертовой матери Кончай заливать Да, вчера слом поставил мотоцикл с коляской Мотоцикл пропал Украли, в милицию надо было заявить Заявили Участковый пришел Тоже пропал Участковый? Кончай свистеть Гляди Ух ты Видал? Вот это да Слушай, Бублик, а давай дневник кинем У меня все равно там одни пары Вот это сила А давай кошку кинем Давай Ну вещь, все пропадает Кукушкин, Бубликов Опять в школу опоздаете Она в первом уроке контрольная Слушай, а давай я в наш треугольник запихню Давай Полупанова, а слабо тебе за эту веревку зайти? Очень нужно У нас здесь Бермудский треугольник таинственный Пропасть можно Какой треугольник? До начала урока осталось 15 минут А вы тут дурью маетесь Да А ты попробуй Зайди Зайди Туда что ли? Держи На уроках от вас никакой активности А тут Отлично И контрольная накрылась Понабросали тут всякой дряни Говорил же вам Дурью маетесь Школу, пожалуйста Редактор субтитров М.Лосева А.Кулакова Нет Буго Игра Он ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не убивай! Отпусти! Жутко тут! Отпусти! Жалко, что ли? Ну, пожалуйста, отпусти! Ты что, говорящая, что ли? Волшебная! Отпусти меня! Любое желание исполнилось! А, любое желание! Сейчас! Сейчас, сейчас! Сейчас! Я хочу быть... Я хочу быть... Я хочу быть киноартистом! Пожалуйста, будь киноартистом! И заслуженным! Съемка! Начали! Нас оружие, тягунов! Сопротивление бесполезно! Не верю! Нога как в опере! Еще раз концовку! Начали! Сопротивление бесполезно! Боитесь удара! И лежите, как лесгинку танцуете! Сопротивление бесполезно! Заранее боитесь! Еще раз! Сопротивление бесполезно! Заранее! Заранее! Кадр 356, дубль 28! Пошел! Бросай оружие, Чигурок! Рану ударили. А где сопротивление бесполезно? Сопротивление бесполезно. Держись, сержавый! Держись, сержавый! Это не так! Милый, вот это не так, а потом. Скоро, я думаю, что я не могу. Но, что-то, 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 что-то. Я думаю, что я не могу. Замечательно. Теперь посмотрим, как твои шпаргалки помогут тебе около доски. Докажи, пожалуйста, теорему свойства медианы равнобедренного треугольника. Пожалуйста. Сидоров, не можешь? Так и скажи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наши камеры установлены в Москве, на улице Волхонки, рядом с Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина. Одним из крупнейших музеев мирового искусства. Музей был построен на общественные средства, собранный по подписке и открылся в 1912 году. В этом здании находятся огромные художественные ценности. Здесь есть работы Боттичелли и Веронезе, Рембрандта и Рубенса, Ван Дейка и Снайдерса, Пуссена и Вато, Делакруа и Курбе. Этот музей знают во всем мире. Мальчик, извини, пожалуйста, ты москвич? Да. А ты не знаешь, что это за дом? Не знаю. А сам ты где живешь? Вон там, в магазин. Ребята, вы москвичи? Да. А что это за дом? Библиотека. Какая библиотека? Историческая. Ты что? Министерство. А, ну спасибо. Девочка, где здесь музей изобразительных... Музей изобразительных искусств. Вон милиционер стоит. Спросите, пожалуйста, у него. Ребята, вы не знаете, где находится музей изобразительных искусств? А мы в бассейн. А где музей не знаете? А мы плаваем. Спасибо. Прости, пожалуйста, ты москвич? Москвич. А что это за дом? Вроде там что-то написано. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Молодой человек, вы не знаете, что это за музей? Третьяковская галерея. Девочки, вы москвички? Да. Что это за дом? В микрофон, пожалуйста. Ой, не знаю. Ну, а ты тоже боишься микрофона? А я не боюсь. Пожалуйста. Лаванда, горная лаванда. Браво, спасибо. Мальчик, ты не знаешь, где находится музей изобразительных искусств имени Пушкина? А вон, через дорогу. А, ну, спасибо. А ты сам где живешь? Город Тайшетт, Иркутская область. А вы действительно не знаете, где музей? Не знаю. Странно. Ведь это один из крупнейших музеев мирового искусства. Он был построен на общественные средства, которые собрали по подписке. И открылся в 1912 году. Здесь есть работы Паттичелли, Иверонезе, Рембрандта, Рубенса. Этот музей знают во всем мире. Большое спасибо. Всего вам доброго. Следующая наша встреча у Третьяковской галереи. Третьяковская галереи. Ой, Витька, ты зачем малиновые взял? Мама сказала, это когда заболеем. Ну да, дождешься тут. Это когда еще будет? Продукция нашего цеха пользуется широким спросом у населения. С ней хорошо знакомы как взрослые, так и дети. Наши ремни изготавливаются из лучших сортов кожи и кожезаменителя. Удачно вписываются в любой брючный ансамбль. И обладают повышенной хлесткостью. Группа молодых дизайнеров сумела разработать модные силуэты. Ой, Витька, попадет. Которые отвечают самому взыскательному вкусу. Высокую оценку нашей продукции дали французские модельеры. Группа которых сейчас перенимает наш опыт. Но, к сожалению, оборудование цеха устарело. И мы не справлялись с планом. Но теперь новое условие хозяйство позволило нам повысить производительность труда и резко увеличить выпуск продукции. Каждый из мастеров теперь работает на пяти станках. Что позволило в пятеро повысить производительность труда. И наши ремни широким потоком хлынули на прилавки магазинов. Однако качество, качество оставляло желать лучшего. Давай. Десятки, сотни загубленных ремней. И обидно видеть, когда вот так просто идти в картину с праздником продукции, которую в год в тот же силу не было. Дорого обходится такая бесхозяйственность. Но благодаря нашим заводским рационализаторам нам в последнее время удалось значительно улучшить качество изделий. Их прочность и гибкость. Выйдем на уровень мировых стандартов. Вот девиз работников нашего цеха. И мы с уверенностью можем сказать, что наша продукция всегда найдет своего потребителя. КОНЕЦ Одного я на землю положил. Вот. Другого к дереву прижал. Третий начал убегать. Я на нее стоять. Он так остановился. Ну, потом милиция подъехала и всех их забрала. А со мной такой случай был. Он меня, видно, напугать хотел. Кричит. Кия! Но я не испугался. Ну, он цепь раскрутил. Начал ей махать. Я его на мельницу перекинул через себя. И на болевой. Командует лежать. Мне потом милиции вот такую грамоту дали. За умелые действия против вооруженного преступника без оружия. А я целую банду задержал. Подходит ко мне, спрашивает дорогу. А я гляжу, что-то они подозрительные. Командую ко мне и в опорный пункт. Стоять! Кому сказал стоять? Немедленно лежать! Вперед! Вперед! Сказно тебе лежать. Кто это? Ко мне! Ко мне! Круян, да ну пусть это не... Стоять! Лежать! Большое не слушаешься. Стоять! Кому сказал! Молодец! Хорошая собака. Угощение получишь. Молодец! А вы что, ребята? А? 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 Хорошая собака. А вы что, ребята? Ну вот, ребята, это и есть наше хозяйство. Правда, тут не очень стерильно, но, как говорится, работать надо. Надо. Вот здесь, можно сказать, металл начинает свою вторую жизнь. Вот здесь и происходит наша непосредственная работа. А сейчас, ребята, мы с вами и поглядим, как работает электромагнит. Техника, можно сказать, будущего. Пройдемте. Вот этот, можно сказать, блин и есть электромагнит, посредством которого и происходит загрузка металла в транспорт. Понятно? Ты это... Ты чего? Это не я, это она сама. Кто это? Коцычев, наш металлист. Металлист? Ну что ж, металлисты нам нужны. Федя! Давай! А-а-а-а-а-а! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Там ничего делать не надо. Ура! Серега! И никаких проблем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Большое спасибо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создал DimaTorzok 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 Да я... Сиди. Можно я скажу? Говори, Петрова. Коля, ты пойми, что мы думаем о твоей же пользе. Нельзя же все время противопоставлять себя своим товарищам. А ему просто нравится ходить таким пугалом. Изображает из себя. Я бы с тобой, Сидоркин, в разведку не пошел. Тихо, 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 тихо. Сидоркин, может, ты против чего-то протестуешь своими длинными волосами? Против двойки по алгебре, например. Ты скажи. Да что с ним разговаривать? Отвезти его в прихмахерскую. Дать ему по шее. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Сидоркин, ты осознал свое поведение. Ты все понял. Да все. Все я понял. Ну и хорошо. Как староста класса, я тебе последний раз говорю, кончай противопоставляться. Чтобы завтра был такой же, как все. Кто за это предложение, прошу поднять руки. Единогласно. Тихо, тихо, тихо. Садитесь, Кирилл. Здравствуйте, гражданин начальник. Разрешите? С детства курите? Угу. С третьего класса. Ну-ну. Итак, Кирьянов. 5 июля в 16 часов на станции Лопатина вы украли сумочку у гражданки Гусевой. Ну что вы, гражданин начальник, я не был в Лопатине. Я был в Бузыкино. Однако в 15 часов вас видели на станции Мамаевка, вы садились в поезд. Точно, я садился в Мамаевке в поезд. В 15 часов? Точно, как в аптеке. А в 16 часов где вы были? Не в Лопатине? Нет, я в Лопатине не был, я был в Бузыкино. Вот век более невидательный. Мамой клянусь, я был в Бузыкино. Ну что ж, вы плохо учились в школе, Кирьянов. Я, я плохо. Это же простейшая задачка. От станции Мамаевка. Мамаевка. Пункт А. Пункт А. В 15 часов отправляется поезд до станции Бузыкино. Ну? Пункт Б. Ну что? Расстояние 80 километров. 80 километров. Скорость поезда 40 километров в час. Ну, и что? А то, что с этой скоростью вы не могли доехать до Бузыкино за час. 80. Делим на 40. 80. Получается? Я не знаю. 2. 2. Спрашивается, где был поезд через час. Через час. Через час поезд находился в Бузыкино. Нет, Кирьянов. А где? В 16 часов поезд был на станции Лопатина. Пункт С. Где вы и украли сумочку у гражданки Гусевой. Что и требовалось доказать. Говорил мне, маманя, учи уроки. Маш, хочешь мороженое? Ну, давай в кино сходим. Нет. Ну, хочешь, я тебе спою? Ну, хочешь, я для тебя на эту крышу залезу? Нет. Ну, чего ж ты хочешь-то? Собаку хочу. Какую собаку? Маленькую, бездомную. Чтоб сама меня нашла, чтоб настоящим другом стала. А ты иди, надоел мне уже. не adaerяяяяяяяя. 18 ex priestため памятная. buds gusto Святого Откуда ты взялся? Ах! Ты нашел меня. Сам нашел. Молодец. Хороший-хороший. Хочешь-хочешь колбаски? Это не собачья радость. Докторская. Как ты не хочешь колбаски? Ну, как хочешь. У тебя глазки такие умненькие. Какой молодец. Сел, а стоять, а лежать. Умри, ну-ка умри. Артист. А что ты еще умеешь? Давай ушки протру, лопоухенький. Хочешь поцелуи? Ну, давай, давай, иди скорее ко мне. Молодец, молодец. Сейчас мама придет, нам достанется. Уходи скорее. Что, не хочешь уходить? Давай, давай, мне еще за тобой подмести надо. Иди, иди, хорошенького понемножку. Иди, иди. Завтра придешь, поиграем. Иди. Как? Ты еще здесь? А, поняла, все-таки колбасы захотел. На. Дура ты, Машка. Так ничего и не поняла. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здравствуйте, ребята, садитесь Так, опять ты, Джинов Ну вот что Мне это все надоело И мне это надоело Завтра без родителей в школу не являйтесь Как, как? Вот так Вызывали? Входите Одному или с дочкой? Вдвоем, разговор будет серьезный Ага Ну пошли, пошли Ну пошли, пошли Да ладно, я тут Иди Иди Сеть Не бойся, опять чего-нибудь натворила? Ха, опять Да она у вас систематически нарушает дисциплину Вот как? Да я... На уроках сплошные разговоры Никому рта раскрыть не дает И все ходит, ходит Ко всем в тетрадке подглядывает Уже не маленькая Как-никак педагогически кончила Проглядели, значит А все потому, что внимания мало уделяете ребенку Как уделять? Все время работа, работа Послушайте А разве школа? В семье Прежде всего в семье воспитывается ребенок А возьмите ее успеваемость Сплошные двойки Вот у меня их целых три Не стыдно? Да и это чего, папа Я ничего Ничего Я ничего, конечно Все, да и меня теперь валили Вот именно ничего Вашего ребенка это абсолютно не волнует Ее вроде и не касается Что она снижает процент успеваемости всей школы Района и, наконец, города А что, если ее ремнем? Ой, не надо меня ремнем Ремнем? Хм, это идея Двинов Ну почему ты опять меня не слушаешь? Ты все понял? Все Завтра без родителей Школу можешь не являться вот так Ог来 Субтитры сделал DimaTorzok